когда я пришел руководить энергосистемой страны кентал город получал если они меня очень слышат наверно подтвердят в день на несколько часов электроэнергию получал люди грелись грелками они успевали греть грелки на ночь с теплыми грелками спали город талагурган тоже в сутки по несколько часов электроэнергии давали алмата веерное отключение это 96 97 год что было в нефтедобычи то же самое полный развал и фактически там ключевая отрасль была фактически верхушка просто подобрала нефть по заниженным ценам продавала через оффшоры снимала миллион долларов мы сумели вырвать страну из кризиса мы когда все это стабилизировали мы поняли что мы можем изменить страну я просто помню 98 99 год когда уроженоса был вице-премьером а я был министром энергетики и индустрии торговли я был из реального сектора у раз он с национального банка и он мне все время задавал вопросы я ему объяснял вот мы можем вот так сделать с хозяйства здесь вот так можем сделать мы фактически все были выброшены выброшены почему потому что мы уже были не нужны потому что мы стабилизировали отрасли и можно был тех же вчерашних коррупционеров или более удобных людей которые выполняли желание семьи собственно самого назарбаева по уведение там скажем часть национальное достояние карманы таких людей можно было найти и они находились они расставлялись а те люди которые занимали позицию принципиальную не хотели в этом участвовать они все были выброшены из фактически из систем управления и получается что мы сделали свой вклад мы фактически вытащили целые отрасли нас использовали выбросили и назарбаев сказал а курс теперь пойдет на клановую экономику на обогащение членов их семьи мы с этим были не согласны эта страна не принадлежала назарбаева не принадлежит она принадлежит нашим гражданам